Здравствуйте, дорогие друзья! Книга автора Стендарь. Еще раз здравствуйте, мои дорогие. Книга автора Стендарь красная и черная. Уже октябрь, но еще нет заморозков. Я сниму эти ролики. Чудо ролики. Чудо по пути. Глава 34. Человек с головой. Префект ехал верхом и рассуждал сам с собой. Почему бы мне не стать министром, председателем совета, герцогом? Войну я бы стал вести вот каким образом. А вот как бы я расправился и заковал в кандалы всяких охотников до новых видений. Глуп. Никакие доводы рассудка не в состоянии уничтожить могущественной власти целого десятилетия сладостных грез. Маркиз соглашался, что сердится неблагоразумно. Но не мог решиться простить. Если бы этот Джульен погиб как-нибудь неожиданно от несчастного случая, думал он иногда. Так его удрученное воображение пыталось утешить себя с самыми невероятными фантазиями. И это парализовало влияние всех мудрых доводов Аббата Перара. Прошел месяц, и разговоры о том, как прийти к соглашению, не подвинулись ни на шаг. В этом семейном деле, совершенно так же, как и в делах политических, Маркиза вдруг осеняли блестящие идеи и воодушевляли его дня на три. И тогда всякий другой план действий, исходивший из трезвых рассуждений, отвергался им. Ибо трезвые рассуждения только тогда имели силу в его глазах, когда они поддерживали его излюбленный план. В течение трех дней он со всем пылом и воодушевлением истинного поэта трудился над тем, чтобы повернуть дело так, как ему хотелось. Но проходил еще день, и он уже не думал об этом. Сначала Джульен недоумевал, его сбивала с толку медлительность Маркиза. Но когда прошло несколько недель, он стал догадываться, что господин де Ламоль просто не знает, на что решиться. Госпожа де Ламоль и все в доме были уверены, что Джульен уехал в провинцию по делам управления их поместьями. Он скрывался в доме аббата Перара и почти каждый день виделся с Матильдой. Каждое утро она приходила к отцу и проводила с ним час. Но иногда они по целым неделям не разговаривали о том, чем были поглощены все их мысли. «Я знать не хочу, где он, этот человек», – сказал ей однажды Маркиз. «Пошлите ему это письмо». Матильда прочла. «Лангедокские земли приносят 20 600 франков. Даю 10 600 франков моей дочери и 10 000 франков господину Джульену Сорелю. Отдаю, разумеется, и земли также. Скажите нотариусу, чтобы приготовил две отдельные дарственные, и пусть принесет мне их завтра. После этого все отношения между нами порваны». «Ах, сударь, мог ли я ожидать от вас всего этого?» Маркиз де Ламуль. «Благодарю от всей души», – весело сказала Матильда. «Мы поселимся в замке Дегион, поблизости от Ажена и Марманды. Говорят, это очень живописные места, настоящие тари». Этот дар чрезвычайно удивил Джульена. «Меня тоже впервые Египет удивил. Счастья вам, удачи, любви и успехов, встретимся в следующих роликах. Пока-пока». «Благодарю за субтитры, любви и успехов, встретимся в следующих роликах».